Прежде чем служить в полиции, четвероногим стражам порядка предстоит пройти долгое обучение здесь, в Центре кинологической службы МВД, где ежедневно тренируют собак для поиска наркотиков, взрывчатых веществ, оружия и задержания человека. Сейчас задача немецкой овчарки Берты – по запаху найти подозреваемого, у которого в руках находится имитация запрещенного вещества. Служебной собаке достаточно нескольких секунд, чтобы безошибочно обнаружить наркотик у меня в руках. Это неудивительно, ведь обмануть первоклассную вещейку невозможно. По словам кинологов, тренировать служебных собак начинают с самого детства. Каждый сотрудник сперва проходит общий курс послушания. Команда «Ко мне! Рядом стоять!» обязана знать каждая собака. Рядом! Вот! Зид! Стоять! Полоса препятствий – также важный элемент тренировки. Помимо этого, собаки ищут запрещенные взрывчатые вещества и оружие в транспорте, багаже, на местности и в помещении. Специалисты утверждают, что профиль собаки зависит не только от тренировок, но и от породы. Немецкая овчарка считается самой универсальной собакой, которую дрессирует по всем трем профилям. Спаниели в основном за счет их активности, за счет их заинтересованности и охотничьего инстинкта используют в поиске взрывчатых веществ и наркотических средств. И лабрадоры за счет того, что это милые, добрые, такие самые замечательные собаки, их используют в поиске взрывчатых веществ, потому что как-то они более направлены именно за счет своей породы. Собаки помогают раскрыть преступления не только в Рязани области. Раз в полгода они вместе с кинологом уезжают в командировки. Сотрудники Центра кинологической службы признаются, четвероногие помощники для них не просто коллеги, а настоящие друзья и члены семьи. Даже когда собака выходит на пенсию, каждый кинолог забирает ее к себе домой. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».